Всем привет! И сегодняшнее видео я посвящаю пустым баночкам. Дело в том, что на самом деле у меня таких видео очень-очень... Не то что мало, у меня их до этого раза не было, то есть это мое первое видео, и я себя заставила, как бы запланировала, заставила запланировать его сделать. Почему? Потому что... Дело в том, что я не могу накопить эти пустые банки, они меня раздражают. Если у меня что-то заканчивается, обычно я выкидываю это сразу, чтобы оно нигде не стояло, не пылилось, не занимало место, и поэтому у меня никогда такого не было. Но я решила попытаться и сохранила вот этот весь мусор, и с каким удовольствием после того, как я отсниму это видео, я все это выкину. Поэтому, соответственно, у меня и пустых баночек не очень много. Давайте приступим, это будет очень довольно-таки быстрое видео. Первое, что я вам покажу, это такой шампунь. Он у меня закончился, в принципе, довольно быстро. Это второй такой шампунь от Herbal Essences Naked. Вот я покажу вам вблизи, надеюсь, его видно. Шампунь мне очень понравился. Я покупала его в комплекте с ополаскивателем. Если вы смотрели одно из моих видео про силикон, я им осталась недовольна. И потом, после того, как я начиталась про силикон, я поняла, что, может быть, силикон был одной из причин, и почему он мне не подходил, я не знаю. Может быть, и не силикон, но это не важно. То есть ополаскивателем мне не подошел, а шампунь очень подошел. Но дело в том, что я максимум бывает, что я два флакона могу израсходовать друг за другом, но потом я обязательно меняю свой шампунь, чтобы у меня волосы не привыкали к нему. То есть этот шампунь я куплю когда-нибудь потом. Я себе отметила в голове, что он мне подошел, все было с ним нормально, и он будет куплен. Он не содержит силиконов и никаких красителей с травками. Очень хороший был, у меня волосы были очень приятные. После него, короче, могу только порекомендовать. Хороший шампунь. Следующее, что я добила, я сказала себе, что не нужно экономить, нужно просто использовать и все. Я про него, это было мое самое первое видео на этом канале. Это от Gratia Evo, такой вот бодибутер, то есть масло для тела, с яблоком, зеленым чаем и имбирем. Очень классное, оно дорогостоящее. Я скажу одно, то что пока я не начал нормально зарабатывать деньги, я себе его покупать не буду, потому что хоть у него очень хорошее действие, для стольких грамм, сколько здесь есть, получается дороговато очень. Поэтому я его допользовала с большим удовольствием, но покупать пока, естественно, не буду, слишком-слишком оно дорогое. Но так мне очень понравилось, то есть вот такое вот масло могу для тела порекомендовать тем, кто может себе такое позволить. Следующее, что у меня закончилось, было вот такое вот от Невеи, как оно называется, это гель для душа. Франгипани, не знаю, как читается. Франгипани энд ойл, не знаю, прочту так, но вот написано вот так. Вот я не стала загоняться и смотреть интернет, как он читается. Мне очень понравился запах, был такой очень необычный, очень такой фруктовый, но при этом немножечко мужской, я бы сказала, запах. То есть, хотя здесь не написано, мужской это или женский, я бы сказала, что это нежный мужской запах. Но в одно время мне очень понравился, я его купила, я его довольно-таки долго им пользовалась. Пользоваться было приятно, но покупать больше не буду, потому что запах надоел уже. А так был классный. Я не чувствовала после него ни сухости, но никакого особого увлажнения тоже. После него я пользовалась лосьоном для тела обязательно. Может быть, поэтому и не было никакой сухости. Осталась им довольна, он мылился хорошо. Да, очень понравился. Следующее, к чему я перейду, это к вот такой вот умывалке от Ивраше. Как она называется? Nutritive Digital. Я надеюсь, что я правильно прочла. Вот такая вот штука. Так, да, правильно прошла. Эта умывалка заботится о том, чтобы у вас не пересыкала кожа. Да, действительно, я бы сказала, что не сушила кожу, но я считаю, что хорошая умывалка и не должна сушить вам кожу. Да, в ней было 30 миллилитров, хватило, в принципе, надолго хватало маленькой такой пальчика, выдавить пальчик, чтобы сделать пену и нанести на лицо. То есть тоже могу вот такое вот рекомендовать. Очень хороший был. Пока я его покупать не буду, потому что Ивраше всё-таки оно такое, тоже не из дешёвых, а у меня есть пока ещё бюджетные. Я накупила себе умывалки. Допользую их, потом, может быть, докуплю вот эту, не знаю. То есть она мне понравилась. У меня хорошее впечатление одни осталось, но не скажу, что это прямо супер. Так, следующее, что я вам покажу, это вот такой вот от Альтера «Крем для глаз». Это Альтера, это фирма, которая продаётся исключительно в магазине Росман в Германии. То есть если вы знаете магазин Росман не только в Германии, есть и в других некоторых странах Европы. То есть если вы знаете магазин Росман, то есть там вот такая вот Альтера с вот таким вот значком. Надеюсь, мой фотоаппарат концентрируется. Крем для глаз. Он у нас с маслом виноградной косточкой и с оливковым маслом тоже. И да, здесь написано ещё с био виноградинами и с био белым чаем. Не знаю, насколько всё био-био-био у нас звучит. Всё это очень интересно. Прентавитин. Знаете, что такое Прентавитин? Я не знаю, что такое Прентавитин, но он здесь написан с Прентавитином и... Да, и с каким-то он ещё, как же это называется, окислителями зойра. Вот хоть убейте, не знаю, как это по-русски называется. Короче, этот крем, он для первых морщинок. Он не антиэйджинг, он не против старения, не против каких-то там морщин, нет. Он против, скажем так, первых мимических морщин. Ну, в принципе, да, кто начинает думать о креме для глаз, обычно это те, кому уже за 23 года, наверное. Я купила себе только, как мне исполнилось, 25, тогда начала пользоваться кремом для глаз. До этого, дай бог, чтобы я вообще кремом для лиса пользовалась. Вот. Очень хороший, я осталась им очень довольна. Он очень лёгенький. И от него же есть ещё антиэйджинг. Тоже хочу его попробовать, посмотреть, как и что. Тоже я читала в интернете, потому что у меня было пред... Как это называется? Я думала, что вот антиэйджинг, то есть есть как бы три, скажем так, сорта уходовой косметики. Первая, она увлажняющая. Вторая, называется типа антиэйджинг. И третья, разглаживающая морщины, да. То есть первая, увлажняющая, да, она уже не для подростков, но, ну, то есть, скажем так, от 17+, уход за кожей, может быть, даже раньше, в зависимости от того, какого у вас типа кожи, до, скажем так, до 25. Где-то с 25 уже можно медленно начинать пользоваться антиэйджинг косметикой, то есть против старения. И вот где-то уже с 45 можно запросто смело пользоваться продуктами, которые раскладывают морщины. Потому что, конечно, когда вы пользуетесь вот такими продуктами, они помогают, они настолько увлажняют вашу кожу. То есть в каждом типе продукции есть средства, которые увлажняют вашу кожу ровно настолько, чтобы замедлить процесс старения. Он где-то ускоряет метаболизм, то есть обмен клеток, и процесс старения замедляется. То есть, в принципе, ну не нужно становиться сумасшедшей и бороться против старения, но можно вот всё-таки замедлить этот процесс и начать думать об этом уже как бы рано. И с тех пор, как я, как мне исполнилось 25, я начала в этом задуматься, начала покупать себе интересные крема. Пока я пользуюсь исключительно увлажняющими кремами, но я уже посмотрю на того из типа антиэйджинг крема, да, против старения. Этот могу рекомендовать. Ещё один из увлажняющих кремов, он от La Cura. La Cura, это фирма, которая продаётся в супермаркетах в Германии, Aldi, супермаркеты, очень хорошие. То есть, этот крем, эти крема, они очень хорошего качества, несмотря на то, что они, в принципе, довольно-таки бюджетные. И ими пользуются и те люди, которые пользуются Виши, те, которые им из Шишеда пользуются, и Клиник. Люди пользуются и вот такими, вот тоже покупают такие крема, то есть я точно знаю. И он как бы для всех типов кожи. Чем мне нравился этот крем? Этот увлажняющий крем, он был, скорее всего, на водной основе, я сейчас уже точно вам не скажу. Но он был очень-очень лёгкий, и он очень хорошо шёл под макияж. То есть он хорошо очень увлажнял кожу, и на него очень хорошо наносилась тональная основа, пудра, и вот ничего потом не текло. Очень было приятно пользоваться этим кремом, и я его докуплю обязательно. То есть очень рекомендую. Следующий крем, который у меня никогда не переводится, как только он мне заканчивается, я сразу его покупаю и пользуюсь им периодически. Вот когда кожа у меня нуждается в этом креме, это Pure Camilia от Evroche. Я думаю, что те, кто покупают от Evroche, они знают, что у них есть два типа такого крема. Один календулой, другой с ромашкой. Мне подходит именно с ромашкой. Очень хорошо у меня сейчас, скажем так, идёт процесс кожи, что кожа больше не жирная, но она и не сухая, и вот ей нужно что-то среднее. Пока ей нужно просто увлажнение. И вот этот вот крем, я его использовала обычно на ночь, очень часто использовала. И он мне очень приятно увлажнял, скажем так, в кожу. То есть когда я чувствовала, что мне нужно немножечко больше увлажнений, я пользовалась вот этим кремом. Кому-то он не подходит, кому-то подходит. То есть, конечно, что касается кремов, в принципе, и всех уходовых средств, вы можете кого-то там послушать, там мнения разные, но должна ориентироваться, конечно, исключительно на свою кожу, на свои ощущения, и должны своим ощущениям обязательно доверять. Потому что, если вам говорят, что продукт хороший, а вам не нравится, значит, он вам не подходит, и всё. То есть не нужно говорить себе, что это я просто чего-то не понимаю. Следующее, что я хочу показать, это репейное масло Эвкалар. Мне оно очень понравилось. Мне нравятся российские репейные масла, хоть некоторые думают, что ой, их разбавляют или как-то так. Мне нравятся, потому что они с добавлением всяких других масел, конечно, очень удобно было бы и здорово мешать их самим. Но в совокупности, если посмотреть на цены, покупать вот в Германии, тогда нужно ориентироваться на биомасла, да, и заказывать на специальных сайтах. И это вылетает в очень такую копеечку, то есть тебе нужно тогда заказать где-то на 50 евро всего, и потом самой же смешивать. И бутылочки, в принципе, приходят небольшие, маленькие, поэтому я пока очень радовалась вот этим российским репейным маслам. Сейчас, наверное, куплю чистая немецкая, не знаю, я как-то им пользовалась, не скажу, что она плохая, но попользуюсь, вам расскажу. Забыла уже, как и что, но вот этим я была очень довольна. И последнее, что я вам покажу, в принципе, я, когда вам рассказывала, показывала коллекцию косметики, показывала эти туши, я говорила, что я их выкину и показывала в своих видео, рекламировать их не хотела, и про них никакие обзоры делать не хотела. Вот я их собираюсь выкидывать, и поэтому я вам их покажу. Первая тушь это Estée Lauder Turbo Lash Mascara. Ничего особенного в этой туши вообще не было, она ничего не делала с ресницами, она их не удлиняла, не делала, не делала их густыми, то есть вообще ничего не делала. Поэтому я очень разочарована была в этой Black 01, Black 01 H64. Вот если будете смотреть такую тушь, если у вас от природы негустые длинные ресницы, то можете их не покупать, потому что они вам не сделают их ни длинными, ни густыми. То же самое скажу про эту тушь от Dior. Так, Dior Show New Look называется эта серия, и вот эта 0.90, вот так вот она называется, тоже ничего особенного. Кисточка здесь покажу, кисточка такая довольно-таки необычная, с редкими волосиками, тоже совершенно ничего не делала, не особо красила, то есть пигментация хорошая, но она ничего не делала с ресницами, мне это совершенно не понравилось. И исключительно вот эту тушь могу похвалить от Clinique. Вот эта тушь, она была в маленьком таком наборе подарочном, то есть мне его подарили набор. Вы знаете, что Clinique, Dior это, все вот эти туши, они достаточно дорогие. И скажу одно, что те туши никогда, я к Dior и в эти дорогие лезть не буду, они мне совершенно не понравились. А вот эта Extreme Black 01, кисточка тоже здесь в принципе довольно-таки необычная, я надеюсь, что видно. Эту кисточку, что я хочу сказать, особо пышности не придавала, особо не удлиняла, но в принципе она была хорошая. Докупать я ее не буду, потому что я считаю, что если ты покупаешь туши за 26-28 евро, они должны тебе что-то делать с ресницами. То есть либо делать их шикарно длинными, шикарно густыми. Если я туши за такую цену ничего не делаю, значит нечего ее покупать. То есть вот эти все три туши я выкинула, в принципе можно было бы еще покрасить ими, но они меня раздражают. Не хочу их иметь в своей коллекции, потому что толку о них очень мало было. И последнее, самое мое любимое средство, которое я вам покажу, я думаю, что все его знают, это средство для снятия макияжа с глаз от Garnier. Вот такая вот бутылочка, это первый раз, когда я покупаю за долгое время Garnier снова. Вы знаете, те, кто пользуются этим, что оно не самое дешевое средство, оно, так как красишься часто, очень быстро расходуется, оно очень хорошее. Но расходуется быстро, я пыталась искать аналоги, и пока хорошие аналоги я не смогла найти. Так что в следующей моей покупке будет обязательно это средство очень хорошее, это то, что я покупаю от Garnier стабильно. Вот, в принципе, это все мои пустые баночки, я надеюсь, что вам было интересно и не скучно посмотреть это видео. Всем хорошего вечера и до свидания.